Выйти из сумрака, как легализовать бизнес и увеличить число индивидуальных предпринимателей в Чувашии и в целом по России, обсуждали за круглым столом представители органов власти и деловых кругов. Суровый контроль и надзор в большинстве пугают предпринимателей, которые работают в тени и хоть раз задумывались о легализации своего бизнеса. Таковы результаты опросов, проведенных общественной организацией «Опора России». Проблема-то есть. У нас 2 миллиона требований. Вы только вдумайтесь, 2 миллиона. Для малых предприятий это вообще непостижимо, невозможно. Это очень большая задача реформы контрольно-надзорных органов, вообще надзорно-контрольной деятельности. И нам нужно найти эту золотую середину, где мы не пережмем бизнес и в то же время не потеряем безопасность. Причем путь должен быть через побуждение и стимулирование. В эту сторону Чувашия движется почти 2 года, снижая административные барьеры. Мы вместе с вами имеем определенный опыт по осуществлению проектной деятельности в государственном секторе. Создаем многофункциональные центры для того, чтобы в шаговой доступности могли оказать государственные и муниципальные услуги тем инициативным жителям Чувашской республики, которые хотят организовать предпринимательское дело. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть программа развития малого и среднего предпринимательства, о чем вы тоже знаете, где соответствующие средства мы предусматриваем по разным направлениям. Летом 2017-го федеральный центр запустил профильную программу повышения производительности труда и поддержка занятости, в которую вошли более 200 предприятий в 16 регионах. Из Чувашии в нее попали 10 ведущих компаний, такие как «Химпром», «Электроаппаратный завод», «Завод имени Чапаева», «Ядрин молоко» и другие. Они получат дополнительные инвестиции, на производстве помогут модернизировать технологические линии. На предприятиях в рамках данной программы уже началась работа по образованию рабочих групп под руководством первых лиц этих организаций для координации деятельности по повышению производительности труда. В сентябре мы ожидаем посещения нашей республики команды экспертов Федерального центра компетенции. Поддержка бизнеса и производительность труда – переменные напрямую зависящие друг от друга. Больше предпринимателей, больше рабочих мест. А качественная подготовка кадров – задача межрегионального центра компетенции, который не первый год работает в Чебоксарах. Важнейшим элементом любой производительности труда является качество, уровень подготовки специалистов. 27 специальностей, 6 рабочих профессий на дневном отделении и более 100 направлений подготовки, перепродавки, повышения квалификации, которые мы оказываем взрослым. На их базе – лаборатории, где тренируются команды по электронике к чемпионату Европы по рабочим профессиям. Там же проходили отборочные соревнования WorldSkills. Вот это лучшая практика на базе среднепрофессионального образования Чебоксара. И вторая лучшая практика – это у нас в городе Канаши. Транспортно-энергетический техникум раньше был, колледж, по линии Транснефти. Транснефти вложил туда 400 миллионов рублей. Прекрасные условия. Все более, ну так скажем, 7 тысяч человек, точнее 7500 человек приезжают с разных регионов России к нам для того, чтобы получить дополнительную компетенцию. Ожидаемые результаты госпрограмм к 2025 году. Прирост производительности труда в Чувашии по сравнению с 2016 составит не менее 24%. А в целом по России число ИП должно дорасти до 25 миллионов человек.